Друзья, приветствую на канале старых и новеньких. Сегодня хотел бы вам кое-что показать. Заказал себе пару продуктов с одной странички, называется Wish. Кому не знакомо, вот леготип где-то или здесь, без разницы, куда я его сделаю. Ну, она, мне кажется, наподобие такого же, как и Алиэкспресс. Дело не в этом. Я посмотрел, и там в начале вот страниц всегда предлагают тебе вот вещи, когда я думаю, нужны они кому-то или не нужны. И самое главное, они либо за копейки их отдают, либо вообще бесплатно, и вы платите только за заставку. Там самая максимальная доставка у меня, по-моему, была 2 евро стоила. И оно с Китая в течение трех недель мне почти что все пришло. Два продукта еще не пришло, такие вот дела, поэтому ждать я их не стал, и просто зальем видео с тем, что есть. Так что, ребят, ну что, поехали. Первый продукт, либо как очки можно использовать, не знаю. Вот как она выглядит. Как вы думаете, что это такое? Если бы мне первый раз вот кто-то вот так подал бы, я бы не понял, что это такое. Ну, это можно объяснить легко. Сейчас я вам покажу. Это, ребята, вот что. Короче, вы это прикрепляете в прихожке где-то, я думаю. Приклеиваете, вот видите, тут такая липучка сзади, вы ее от этого приклеиваете. Приклеили, и сюда можете свои тапочки сломать, чтобы они по тому не падали. Вот это первый предмет. И мне кажется, этот предмет ничего не стоил, стоила только доставка. Так, ребят, второй предмет. Как вы думаете, что это такое? Я сперва сам не понял, что это. Смотрите, как это выглядит. Липучки такие, такой этот, две дырки, и он вот так закрывается. Это для чего это может быть? Вначале я думал, это на коленке, знаете? Типа на коленку вот так одеваю. Но на самом деле это не так. На самом деле, ребят, я вам сейчас продемонстрирую, что это такое. Вы ее одеваете вот так. Вот так вы ее одеваете. Да, выглядит чуть-чуть странно. Ну, я вам скажу, для чего это нужно. Если у вас есть в семье кто-нибудь, кто храпит, одевайте ему эту хрень, и он не будет храпеть. Ну, так указывает этот чувак, который это придумал. Правда это или нет, испробуйте, может, сами. Так, ладно, идем дальше. Это был второй предмет. Третий предмет. Выглядит, знаете, как что? Да, выглядит как будто палочки китайские, с которыми кушать. Но это не палочки, с которыми кушать. Это, ребят, я это не использовал, ничего из этого не использовал. И, ребята, скажу вам, почему я ничего не использовал. Это есть смысл всего к этому, к этим вещам. Но это вы узнаете в конце видео. Так что смотрите до конца. Ребят, не знаю, какой стороной, я думаю, вот так это вставляется. Вот так вот. Ложитесь, поджигайте. И она начинает потихоньку гореть. Гореть, гореть, гореть. Наверное, вот отсюда. Потом вы ее тушите. Да, и весь вот этот... Как это вообще называется? В ухе вот эта грязь. По-немецки-то я знаю, а... Орншмальц. Уши, воск? Нет. Короче, он вытягивает эту всю грязь с ушей. Вот. Каким-то вот таким образом. И их, ребят, немало. Вот, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Пять вот таких пачек по две штуки. Ну, на каждое ухо. Если у вас одно ухо, тогда вам хватит надолго. Как вы думаете, что это? Знаете, на что это похоже? Типа эти, как их... Звездные войны. Вшу, вшу. Ну, это совершенно не так. Если внимательно посмотреть, то вы увидите, видите дырочки? Да, эти трубочки все. Вот они, все трубочки. Эта штука оставляется сюда. И вот сюда оставляется ваш пылесос. Да, трубка вашего пылесоса. И вы можете пылесосить вот этой хренью. Либо там, например... Ну, не знаю, куда вы не можете в основном залезть. Типа можете ей пылесосить. Знаете? Я думаю, как... Только как точно я не могу вам... Китайцы. Вы не можете что-нибудь нормальное придумать? Ну, как-то так, ребят. Вот, вот так ее вставляется. Две части. И... Эта кошка мне надоела. Трус. Ладно, ребят, продолжаем дальше. Короче, вот этим. Это вот так. Вставляете сюда трубка. Трубочка. И потом пылесосите. Ну, куда угодно. Может, пианино или что. Куда не можете залезть, какие-то дырочки. Можете это пропылесосить. Не знаю, сомневаюсь я очень, что она способна для этого. Подходим к пятому продукту. Вот такая штука. Смотрите, как она выглядит, да? Выглядит как, ну, либо фломастер, либо еще что-то. А на самом деле это... Это вот как раз и для вас девушек. Как вы думаете, что это? Я вам покажу. Я ее еще не пользовал и ничего не накручивал там. Вот такая кисточка. Видите? Она еще сухая. Вот эту штуку надо крутить. И отсюда выходит жидкость. Знаете, что за жидкость? Наверное, женщины и девушки уже догадались. Да, правильно. Это гель для ваших ногтей. Мне интересно. Вот эта штука, по-моему, тоже ничего не стоила. За доставку мне прислали, по-моему, за 1 евро. На самом деле я никому не рекомендую ей пользоваться. А то, может, и ногти отпут. Ребят, подходим к следующему продукту. Как вы думаете, что это такое? Знаете, что я думал? Ну, типа что-то для драки. Вот так вот, таким способом. Вы далеко глубоко не можете залезть. И вот так вот вы разрезаете шкурку и чищите. Очень удобная штука. Хорошая штука. Ни фига она не стоила. Может быть и есть такое уже. Просто я этого не знал. Тоже может быть. Но я считаю, это очень удобная штука. Так что как-то так, ребят. Продукт. Это хороший. Как вы думаете, что это такое? Как вы думаете, что это такое? Подождите секунду. Одну я для вас уже открыл. Вот как она выглядит. С дырочкой такой. Знаете, что я вначале думал? Типа для этого. Типа ты работаешь в туалете. Вот она очень удобная для этого. Я так считаю. Я вам скажу, для чего это, ребят. Это как раз для меня. Зажимайте очки свои. И поехали. Смотрите. Смотрите, как чистит. Профессионально. Как будто... Ну там, конечно, у меня так грязно, что их вообще нет. Может там царапины. Но на самом деле, я хочу сказать. На самом деле. Ну, не перфект. Но почистить можно. Просто единственное, что я не знаю, насколько это хватит. Они тоже загрязняются. Ну, их там еще тоже штук 4-5. Не знаю. Ну, как вы догадались, что это такое? Я до сих пор думаю, что это для этого. Поехали дальше. Как вы думаете, для чего вот это? Нет, это не бигуди. Они чуть похожи, по-моему. Я это на самом деле еще не пользовался. Ну, я сейчас вам покажу. Смотрите. Берете сюда. Я еще это не пользовался. Честное слово говорю вам. Еще не испробовал. О, все закрыто, ребят. Все закрыто. Ну и теперь она вот тут у вас висит. И вы начинаете крутить. Посмотрите. И я не думал, что это идет. Смотрите. Смотрите, смотрите. Ну, очень туго идет. Очень туго идет. Но. Ребят, я вот эту штуку, честное слово, вот этот бутылек хотел выкинуть. Но здесь еще, я думаю, столько выйдет, что ее можно еще использовать. И я думаю, два раза точно еще зубы почистить. Я считаю, это достойная штука. И она может оказаться у некоторых по правде в ванне. И с помощью ее вы можете просто полностью выдавить все с этого бутылька и использовать. Очень хорошо для экономных людей. Ну, а мы едем дальше. Следующий продукт. Нет, это не расческа. В принципе, ясно, что что-то как будто с ней надо зажимать. Вот так я думаю. Это что такое? Ребят, ну, на самом деле, это либо для помидор там стояло, вы ее защемляете. Вот так, каким-то образом. У меня такое ощущение, что она сейчас сломается. Я думаю, это не нужная штука совсем. Так что, ну, ладно. Я ее опять же закрываю. И мы продолжаем дальше. Как будто за решеткой сижу. Ну, вот, это всем, мне кажется, понятно. Протыкаете либо лук, там показанный вроде, лучок, чтобы руки себе не пачкать и чтобы не воняло. И между вот этими режете. И таким образом нарезаете лук. Не знаю, нужное такое? Нет, я считаю, нет. И довольно тут много. Как вы думаете, что это такое? Нет, девчат, это не прокладки. Э, то есть, нет, пацаны, это не прокладки. Такая сеточка, вон, как она выглядит. Мягенькая такая, видите? Это могут использовать либо мужчины, либо женщины, без разницы. Ну, если, например, женщина моет волосы. И не всегда падают волосы в лицо, когда она моется. И она должна заколку всегда делать. Может вот этим способом сделать вот так. Вот так. И этим способом мыть себе лицо и волосы никакие не падают. Тебя постригают, тебе за этогоют. Заколку не ставят, а натягивают эту штуку и могут тебя так же постригать, чтобы волосы сюда не падали. Ну, так указана она у них. Ну, в принципе, я вам только что продемонстрировал. Можно ее для этого использовать. Напридумываю, Джин, да? Еще продукт. У меня есть еще пару, да? Не устали еще смотреть? Как вы думаете, что это такое? Это для людей, которые храпят. Как я понял, тут ничего не надо знать. Засовываешь себе ее в нос и спишь, как ангел в облачках. И никому не мешаешь. Мне интересно, вот когда ты ее засунул в нос, с каким ощущением, когда ты думаешь, что у тебя в носу либо большие козюльки, либо еще что-то. Как будто с операцией, когда тебе нос делали и мне делали. Это очень противно, неохота вспоминать. Если есть в семье, кто храпит, это для вас. Ребят, еще у нас... Не убегайте, не убегайте. У нас немного осталось. Два, три продукта, все. Вот такой наборчик. Вот как он выглядит, я вам покажу. Видите, как выглядит? Ребят, это все используется, да, для ушей. Это, я думаю, кисточка используется, чтобы чистить это все. Видите, они все вот такого вида лопаточки. Плюс есть такого вида, как... Не знаю, как молоток, что-то. Коперировать что-то. Или вот это. Ребят, на самом деле, да, это для ушей. Вы залазите туда лопаткой и достаете все ненужное. Либо, ну, сами знаете, что. Как думаете, что это такое? Могу дать подсказку небольшую. Это, я думаю, интересно будет для девушек. А теперь я вам покажу, для чего ее использовать. Да, смотрите, волосы. Вы теперь ей залазите. Смотрите. Ну, я думаю, все поняли, для чего это. Неужели кто-то на этом неплохо заработал? Ладно, ну мы едем дальше. Знаете, что это? Да, я сперва тоже думал, это фартух. Или когда ты кушаешь какой-то бергер здоровый, у тебя все соусы, тебе пофиг. А на самом деле, нет, это не так. Я вам сейчас покажу, что это. Вы берете вот эту штуку, одеваете вот так. Здесь есть вот такие вот. Здесь есть вот такое. Вы сюда засовываете их. Так. Потом вот так. Так это выглядит. И вот это вы потом оприделываете к зеркалу. Догадываетесь, для чего это? Да, мужики, это для вас. К зеркалу. И у вас проблем не будет с вашими женщинами. Не, ну, на самом деле, я думаю, она, ее можно на самом деле для этого использовать. Я думаю, это прокатит. Так что это для всех хорошо. А мы едем дальше. Ну что? Предпоследний продукт. И это вот такая штука. Как вы думаете, что это такое? Я вам скажу, что это. Сюда вставляются две пальчиковые батарейки. Ну, еще меньше, я не знаю, как они называются. Но они сюда вставляются. Вот тут такая штучка. Она открывается. Видите? И здесь у вас две, вот сверху и снизу, вот такие две штуки. Теперь я вам покажу, для чего эта штука есть. Когда у вас, например, открыто... Вот, пакет открытый. Вы его берете. Зачемляете. И проводите потихоньку. Вот так, видите? Смотрите, видите? Она закрытая. Смотрите. Совершенно закрытая. Совершенно закрытая. Если я вот так еще проведу... Смотрите, ребят. Она была открытая. Вот таким способом она нагревается. Вот эти две штуки нагреваются. И вы закрываете опять пакеты с ней. Да, ребят. Наконец-то мы подошли к концу. И я вам представляю последний продукт. Да, ребят. Это видеокамера. Она вот такого размера. Вот она, какого размера. Вот так. Вот сюда вставляете карточку. Потом, ну и до этого надо зарядить. Потом вот тут play нажимаете. А, вот, видите? Включилась. Потом вот сюда нажимаете. Здесь нет карточки просто. Нажимаете сюда. И съемка пошла. Конечно, качество не то. Конечно, звук, может, не тот. Но она снимает, ребят. И она стоила 5 евро. Она стоила 5 евро. А стоила когда-то стояла 49 евро ее. На 5 евро ее скидка. И да, какая скидка здоровая. Ребят. И все. У меня два продукта не хватает, потому что они не пришли. Ну и ладно, хрен с ними. Ребят. Все, что я вам только что показал, я хочу это среди вас разыграть. Для этого просто надо, чтобы это видео набрало 100 лайков хотя бы. Это, по идее, я думаю, не сложно. Ну, 100 лайков только. И я бы хотел, чтобы вы мне кое-что назвали. Я вам в этом видео показывал одну такую штучку. Ее можно использовать, чтобы почистить. Какой-нибудь фрукт, например. Я думаю, вы понимаете. Вам надо просмотреть видео, кто его не посмотрел. Либо что-то. И мне назвать цвет этой штучки. Я даже демонстрировал так ее, что у меня был даже один фрукт в руках. Если кто из вас называет меня цвет этой штучки, которую я там использовал. Тогда этот человек будет участвовать в этом всем конкурсе. Если видео набирает эти 100 лайков, потом идет розыгрыш. Я буду потом по комментариям смотреть, кто хотел участвовать, кто называл цвет. Должен быть цвет правильный, а не просто что-то. Кто называл цвет. Потом я этих людей всех выбираю. Записываю на листочек. Складываю. Все закидываю. Либо в какой-нибудь стакан или что-то. Перемешиваю. Достаю. И этот человек выиграет это все, что я только что показал. Потом только мне нужен ваш адрес. И я вам высылаю. Ну, без разницы где вы находитесь. Я вам пришлю эту посылку. Я надеюсь вам это понравилось, ребят. Если да, давайте, давайте, давайте. Поехали. И вы тоже с этого что-то иметь будете. Может кому что-то на пользу пойдет. Может нет. Это все мне стоило. Просто, чтобы вам было легче играть. Около 60 евро, ребят. Это не просто так все. Так что давайте. Репостите видео, ставьте лайки, комментарии пишите. И обязательно назовите цвет этой штуки. Ясно? Так что, всем пока. До скорых встреч.